Сегодня мы решаем вторую лабораторную работу по методам численного анализа. Она называется численное решение систем нелинейных уравнений. И здесь нам необходимо решить систему нелинейных уравнений с заданной точностью с помощью двух методов. Метода Ньютона и метода секущих. И графически выбрать начальное приближение. Также необходимо провести анализ и что-то вывести в отчет. Я буду делать вариант номер 7. Вот моя функция. Она выглядит вот так вот. И для нее мы все будем делать. Я указал переменную погрешности. Это 1e-6, то есть 10-6. Дальше x0 и x1 это начальное приближение, которое нужно выбрать графически. Если построить график моей функции, с которой я буду работать, сейчас я снова опущусь сюда. Если построить график вот этой функции, то можно будет видеть точки минус 1, 1 и минус 0,99, 2,5. Например, две такие. Это просто находится рядом с решением. Также есть два метода с функциями из системы. Первая функция это вот экспонента. e в степени плюс квадраты. И вторая функция это сумма квадратов минус 9. Теперь же опустимся в main, посмотрим, что происходит. Ну тут все очень просто. Тут всего лишь два метода. Метод Ньютона и метод секущих. Сейчас я покажу немного теории, которые у меня есть. Для начала так вот выглядит наша система, которую мы будем решать. Есть n уравнений, f1 и так далее до fn, и есть n переменных от 1 до n. Также есть точное значение x с звездочкой, и f в этом точном значении равно 0. Теперь же для метода Ньютона необходимо выбрать x0, для метода секущих нужно выбрать два первых приближения. Мы сейчас рассмотрим метод Ньютона. В методе Ньютона первом шаге необходимо решить такую систему линейных лагебрических уравнений, где справа находится минус f от приближения, а с левой такая вот матрица из производных умноженная на дельту. Как раз дельта x на катом шаге нам нужно это все найти. Вот эти k вверху в скобочках это не производные, это катый шаг. Так как у нас есть несколько индексов, и так проще обозначать шаги. Вот. В итоге нам нужно решить эту славу с помощью метода Гаусса, например, который мы возьмем из предыдущих лабораторных, и подключим отдельно. И также вот так вот выглядит эта матрица производных. Все очень просто. На втором шаге x на новой итерации будет таким, как x на предыдущий, с добавленным дельта x. И это все продолжается, пока разница между двумя приближениями не станет меньше, чем epsilon. Теперь войдемся в код, посмотрим, что происходит. Как и раньше, я вынес счетчик в статическую переменную и просто его обнуляю, чтобы было удобно иметь доступ к нему. Создадим два массива x, это x на нулевой итерации и x на следующей итерации. Накатый и накаплив первый. И скопируем сюда первое приближение, x нулевое. То, которое мы получили графически, которое может быть любым, но просто должно находиться рядом для большей сходимости. Теперь же в цикле пока норма. Норма выглядит вот так вот в модуле. Два модуля и максимум из этих двух модулей. Пока норма будет больше, чем epsilon погрешность, мы считаем по такому алгоритму. То есть присваиваем x к этому значение, полученное вот в ходе этой итерации и считаем dx, то есть решаем вот эту вот систему линейных логибрических уравнений. Как это решаем? Мы подключим файл, который реализует метод Гаусса из предыдущих лабораторных работ. Я его немного поменял, то есть алгоритм остался тот же, просто поменял класс, чтобы его можно было удобно использовать для других лабораторных работ. Его тоже можно будет найти в репозитории вместе с этой лабораторной работой. Можно сохранить, можете попробовать сами сделать из своей предыдущей лабораторной метод Гаусса, как вот такой вот сервис, который будете вызывать. Ну, либо просто оставить этот и использовать его при необходимости решения славы. Теперь же, я просто создаю объект метода Гаусса, то есть как реализуется класс, то есть создается объект, куда помещается матрица и потом вызывается единственный метод solveMatrix. Вот, я создаю, помещаю сюда производные для Ньютона. Они выглядят так, то есть в теории это просто матрица из частных производных. То есть тут производная первая функция по x1, и в нашем случае будет производная второй функции по x1, и во второй стаке производная первая функция по x2, и производная второй функции по x2. Здесь это так и реализовано. То есть тут есть, для видимости даже вот так сделаем, это производная первая функция, и производная первая функция по x2, это по x1, это производная второй функции по x1, и производная второй функции по x2. То есть просто такой метод, который возвращает матрицу из этих производных. вот, получаем эту матрицу, и помещаем ее в конструктор класса, да, и дальше туда же помещаем массив из минус f, то есть я вот так вот просто все реализовал, просто сделал массив, в котором первый элемент это минус f1, второй элемент минус f2, то есть метод, который возвращает просто значение, так вот здесь мы работаем, метод, который означает значение функции. Все, и теперь x2, то есть значение x1 на новой итерации, это сумма x2 и dx, можно даже так сделать, x1, раз мы ее переобозначили. Вот, сумма x1 и dx. Метод суммы реализуется легко, просто по компонентное сложение. И увеличивается счетчик. Также оно выводится к этой информации, итерации, номер итерации, выводится в матрице, тоже обычный метод printmatrix, который выводит, это вектор выводится, а, да, так у нас даже вектор должен находиться вот, то есть просто вывод обычный элементов. И также выводится норма x1, x2, ну, норма x1, x2, это максимум из по компонентных разностей. Вот, теперь метод секущих. Метод секущих, он достаточно похож, реализован практически точно так же, только тут пару строк меняется, и пару других вещей есть. Посмотрим, что есть в теории. Тут второй шаг точно такой же, он общий для метода Ньютона и для метода секущих, то есть просто найти дельта x на катом шаге и сложить, и вот это все будет новым приближением. Но здесь решается уже другая слава, то есть правая часть остается такая же, минус f от x с катой, левая часть меняется. Тут будет такая матрица И, которая зависит от x на катой, итерации на катом приближении, и на k-1 итерации. Поэтому нам нужно вначале два приближения, чтобы это все запустилось. Теперь же, как эта матрица выглядит? Матрица выглядит из вот таких вот элементов, то есть производных. И как эти производные считаются? Вверху разность f и так, где на житом шаге, вот на житом шаге, в первом слагаемом будет x житой на катой итерации, и вычитаться здесь будет x житой на k-1 итерации. Ну и знаменатель разность. То есть просто такая формула, ее нужно запомнить и реализовать. Достаточно простая. Теперь же здесь то же самое. Получаем delta x каты с помощью метода Гаусса. Тоже сюда помещаем уже матрицу с помощью метода производной для метода секущих. Как же он работает? Производные методы секущих. Сюда передаются два приближения. Первое и второе. Причем, как мы можем заметить здесь, передается сначала приближение нулевое, на первом шаге нулевое, и потом первое. То есть, если из нашей формулы это будет xk-1, а x2 это будет xk-1. Вот. То есть передаем вот это будет x1 формуле, это будет x1, а вот это будет x2. Вот так проще будет. И здесь просто реализуется это вычитание с помощью дополнительной функции. То есть, вначале вычитается первая функция от x2, и потом оттуда вычитается первая функция с помощью такого вот действия. Я написал метод, который принимает значение позиция, и позиция это индекс той переменной, которую нужно заменить вместо x2 использовать x1. Кажется так. То есть, этот метод, он просто реализует вот это вот слагаемое, чтобы у нас при номере позиции менялась либо первая, либо вторая на k-1 шаги. И это выглядит так, для первой функции и для второй. Вот. И это все передается сюда в матрицу, и возвращается такая вот матрица. Теперь все то же самое. Тут суммируется, счетчик увеличивается, выводится, печатается матрица, выводится норма, и возвращается последняя итерация. Запустим, посмотрим, как работает эта программа. Как мы видим, для метода Ньютона понадобилось 5 итераций, заданной точностью, и погрешность уменьшается каждый раз. Вот. Тут было полтора, тут стало 0,45, тут стало 0,05, и так, минус 4, минус 7. Метод Ньютона квадратичная скорость сходимости. Вот. То есть, он достаточно быстро сходится. Это погрешность такая вот вышла в этом методе. И для метода секущих понадобилось 6 итераций, и его тоже достаточно быстро в скорой сходимости. Тут погрешность уже побольше. И, собственно, на этом лабораторная работа не завершена. То есть, все сложности, которые могут возникнуть, это реализация вот этой матрицы и вот этих элементов подсчета. А все остальное очень просто. То есть, решается одна слава, решается вторая, и потом второй шаг и получение нового приближения, оно одинаково для всего. И просто нужно реализовать именно вот это вот на языке, на котором вы пишете. В данном случае вот на Java. То есть, тут, если разобрать именно этот вариант, можете посмотреть, как работает этот метод с позицией, этот метод с позицией, и понять, что происходит на самом деле. Если же у вас возникли вопросы и предложения, вы можете написать в комментариях либо в социальных сетях по ссылкам в описании. Также этот код будет на GitHub вместе с методом Гаусса по ссылке в описании. И спасибо, что досмотрели до этого момента. Субтитры сделал DimaTorzok